Привет всем! Вы на канале Пулюс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 3 января. Поехали! По крайней мере два человека погибли в результате наводнения, вызванного северо-восточным мусоном в Джахор, штат Малайзии. В настоящее время эвакуировано около 10 тысяч человек из Джахора, Паханга и Силангора. От наводнения, которое случилось на фоне проливных дождей, пострадали 7 районов страны. Власти открыли дополнительно 28 центров временной помощи, в результате чего общее количество центров достигло 56. Кроме того, несколько дорог были закрыты из-за наводнения. Из-за проливного дождя, вызвавшего оползни, серьезно помешали тем, кто планирует вернуться домой из отпуска или переехать из одного места в другое. Уровень паводка превышает в некоторых районах отметку в 2 метра и продолжает расти. Из-за налипания мокрого снега на проводах Псковской области без света остались более тысячи населенных пунктов. Был задействован 41 резервный источник энергоснабжения. Позже стало известно, что энергетики восстановили электроснабжение в 812 поселений. Это составляет 80% от общего числа населенных пунктов, где была прервана подача электричества. В наиболее пострадавшие районы направлены 18 дополнительных бригад, которые накануне прибыли из соседних регионов страны. Всего электроснабжение восстанавливает 128 мобильных подразделений в составе 615 человек. Через бразильский штат Рио-де-Жанейро прошел торнадо. Воздушная воронка повредила или разрушила несколько строений. Согласно заявлению местных властей, сильным ветром разрушено порядка 10% города Марико. Город остается частично без электроэнергии, так как ветер повалил опоры линий электропередач. На место происшествия направлены военные для помощи в разборе обломков и очистке улиц города. Жертвами торнадо стали двое человек. Непогода разыгралась на юге Бразилии, там прошли сильные дожди, усилился ветер. Скорость света превышала 23 метра в секунду. В Бразилии довольно редко возникает торнадо. Лишь на юге, вблизи границы с Аргентиной и Уругваем. Возможно образование сильных бурь. В южной части Бразилии продолжаются проливные дожди и наводнения. На этот раз в штате Рио-де-Жанейро, где был зарегистрирован как минимум один погибший. Наводнение в штате произошло через несколько дней после того, как по меньшей мере 12 человек погибли и 9 пропали без вести в результате сильного наводнения и оползней в штате Санта-Катарина. В результате внезапного наводнения улицы превратились в реки. Инфраструктура была серьезно повреждена. За несколько часов в городе выпало около 40 миллиметров осадков, что близко к половине месячной нормы. В некоторых районах вода затопила первые этажи зданий. Фарализовано автомобильное движение. Последний раз подобное явление наблюдалось в Рио-де-Жанейро 9 апреля 2019 года. Тогда за несколько часов в городе выпало 2 месячных нормы осадков. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Аляске в воскресенье 3 января. Сейсмическое событие отмечено в 12.38 по Гринвичу. Сильный подземный толчок произошел в 235 километров от города Адака с населением около 300 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров. В целом население этого региона проживает в сооружениях, устойчивых к сотрясениям земной коры. Предупреждения о цунамии выпущено не было. Сообщений о пострадавших или повреждениях, вызванных землетрясением, не поступало. Полиция и спасатели, которые работают на месте оползня в коммуне Эрум на юге Норвегии, обнаружили еще несколько тел погибших. Шесть человек пока числятся пропавшими без вести. Полицейские власти сообщили, что внутри некоторых зданий, заполненных жидкой глиной, могут быть воздушные ямы, которые позволяют людям выжить в течение нескольких дней. Вертолеты и беспилотники обследовали обвал. На место происшествия прибыла армейская техника. К поискам присоединились поисково-спасательная команда из пяти кинологов. Цветовой день Норвегии в зимнее время составляет всего несколько часов. Температура снизилась до минус 1 градуса по Цельсию. А глинистый грунт оказался слишком неустойчивым, чтобы по нему могли ходить спасатели. Полиция не сообщила подробностей о пропавших без вести. Известно, что среди них есть мужчины, женщины, а также дети. Оползень разрушил более 30 домов. Некоторые здания зависли на краях обвала. По уточненным данным, не менее 1000 жителей были эвакуированы из этого района. Мощные снегопады обрушиваются на Японию. Около 10 тысяч домов в перфектурах Ниагата и Хёго остаются без электричества. Из-за обрывов линии электропередачи временно приостановлено движение на одном из маршрутов скоростного экспресса, который проходит через префектуру Ямагата. Снегопады в центральных горных районах на побережье Японского моря и на северо-востоке главного острова Хансю продолжались около трех суток. За это время в некоторых префектурах выпало до двух метров осадков. Общее число пострадавших из-за снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек. Был создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов. Сильный торнадо обрушился на деревню Сенагит, регенство Черебон, Западная Ява, Индонезия. Сообщается, что более сотен домов были повреждены, 20 из них серьезно разрушены. Глава исполнительного управления сказала, что торнадо обрушился на деревню Силангит около 16.15 по местному времени. Стихия буйствовала около 20 минут и за это время успела нанести серьезный материальный ущерб. Жертвы пострадавших пока не отмечено. Ну и конечно же минутка позитива на канале. Заповедник Желтый дракон в Китае. Желтый дракон находится в провинции Сычуань на северо-западе от Чэнду. Включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. Живописный заповедник окружает хвойные леса и горы, а также изумрудные озера, которые имеют различную форму и цвета, а под лучами солнца могут окрашиваться в различные оттенки. Считается, что заповедник становится более красив осенью. Заповедник расположен на высоте в 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Его площадь составляет около 21 тысячи квадратных километров. За сутки на Земле произошло 177 землетрясений магнитудой от 2,0 до 6,1. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в 12 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.